Шеф-повар, Максим Григорьев. Слоеное пресное тесто. Слоеное пресное тесто, или как его еще иногда называют в народе, настоящее слоеное тесто, это то тесто, которое в советские времена использовалось для приготовления пирожных язык, слоеных трубочек и валаванова. Ну или это не то тесто, которое использовалось для торта Наполеон, туда шло скороспелое слоеное. Время приготовления 2 часа 30 минут. Ингредиенты для теста. Вода 100 мл. Мука пшеничная 160 г. Сок лимонный 1 мл. Соль 1 щепотка. Мука пшеничная 160 г. Сок лимонный 1 мл. Соль 1 щепотка. Масло сливочное 140 г. Мука пшеничная 1 чайная ложка. Мука пшеничная 160 г. Сок лимонный 1 мл. Соль 1 щепотка. Масло сливочное 140 г. Мука пшеничная 1 чайная ложка. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Шаг 1. Я беру минимальную дозировку, которую легко будет пересчитывать на большие объемы, на 100 мл жидкости 160 г муки, щепотка соли и несколько капель лимонного сока, или растворенной лимонной кислоты, лимонного концентрата или уксуса. Почему я написала жидкости, а не воды? Потому что пресное слоеное тесто можно изготовить также на яйцах, на смеси воды с яйцами, на смеси воды с крепким алкоголем, в соотношении 3 доли к одному, но танцуют всегда от 100 мл, это как бы базовое соотношение. Шаг 2. Масло, которым прослаивается тесто, на такое количество теста можно взять 100-150 г, плюс 1 чайная ложка муки. Но еще 2 ложки муки потребуются потом, для раскатывания. Шаг 3. Растворить в жидкости соль и лимонный сок, влить в муку и вымесить на протяжении 5-7 минут гомогенное нелипкое тесто. Если получится слишком густое, добавлять воды по капле, если слишком жидкое, малыми порциями добавлять муку. Готовое тесто обернуть и оставить в помещении с низкой температурой или на верхней полке холодильника на 20-30 минут. Шаг 4. Масло размять до пластичности и смешать с мукой в гомогенную смесь. Шаг 5. Сформировать из масла с мукой плоский кирпич и положить его в холодильник. Шаг 6. На посыпанной мукой рабочей поверхности, тесто крестообразно надрезать конвертиком, то есть так, чтобы получились пары треугольников с широкими и узкими основаниями. Шаг 7. Подковырнув за намеченные уголки, развернуть тесто четыре лепестками. Шаг 8. Раскатать скалкой лепестки в более плоские и крупные уши. Подчеркиваю, катают только лепестки, а не середину. Шаг 9. Выложить в середину тесто масло. Шаг 10. Закрыть его четыре боковыми кусками теста, плотно прищипнуть уголки, прижать клапаны. Масло должно оказаться в полностью замкнутом плотном конверте. Шаг 11. Этот конверт раскатывается в длинный прямоугольник толщиной 1 см. Раскатывание на всех этапах ведется очень мягко, желательно толстой скалкой, дающей равномерный нажим. Ни в коем случае нельзя жать сильно. Шаг 12. Перед следующей операцией тесто обметается от муки. Прямоугольник складывается вдвое так, что внешние края оказываются соединены посередине. Шаг 13. И еще вдвое так, чтобы бывшая середина оказалась внутри. Мы получили заготовку с четырех слоями. Шаг 14. Сложенное тесто покрывается тканью и убирается в холодильник на 10 минут. Шаг 15. На обсыпанной мукой рабочей поверхности тесто раскатывается в вытянутый прямоугольник толщиной 1 см. Шаг 16. Мука обметается, тесто складывается в четверо. У этой заготовки уже четвертых 4 равно 16 слоев. Шаг 17. Сложенное тесто покрывается тканью и убирается в холодильник на 20 минут. Шаг 18. На обсыпанной мукой рабочей поверхности тесто раскатывается в вытянутый прямоугольник толщиной 1 см. Шаг 19. Мука обметается, тесто складывается в четверо. У этой заготовки уже 16-х 4 равно 64 слоя. Для большинства рецептов этого вполне достаточно. Шаг 20. Сложенное тесто покрывается тканью и убирается в холодильник на 30 минут. Шаг 21. На обсыпанной мукой рабочей поверхности тесто раскатывается в вытянутый прямоугольник толщиной 1 см. Тут бы можно и остановиться и перейти сразу к шагу 24, для языков и трубочек с кремом слоев уже достаточно. Но, поскольку в природе существуют некоторые изделия из слоеного теста, требующие большего количества слоев, то, внимание, выполняется смертельный номер, просим сохранять тишину в зале. Шаг 22. Мука обметается, тесто складывается в четверо. У этой заготовки уже 64-х 4 равно 256 слоев. Больше из теста из данных ингредиентов сделать уже нельзя, оно будет рваться. Шаг 23. На обсыпанной мукой рабочей поверхности тесто раскатывается в вытянутый прямоугольник толщиной 1 см, мука обметается. Шаг 24. Края теста обрезаются, после чего оно нарезается на необходимые формы. Процедура обязательно производится очень острым ножом, если края придавить, то они склеятся и это будет препятствовать подъему. Шаг 25. Чтобы не было пузырей при выпекании, сырые заготовки накалываются. Шаг 26. Пресное слоеное тесто выпекается на среднем уровне предварительно прогретой духовке при температуре 220-240 с 10-15 минут. Честно скажу, с 254 слоями делала впервые, никогда еще не видела, что там происходит. В общем, маленькие плоские фигурки из такого теста не получаются. Шаг 27. Потому что у готовых изделий подъем в 5 раз. Короче, полоски у меня просто получились выше, чем шире, а один и вовсе раскрылась веером. 254 слоя, это похоже, под торты или крученые слойки. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.